Отставного генерал-майора Булдеева разболелись зубы. Он полоскал рот водкой и коньяком, прикладывал к больному зубу табачную копоть, опи, скипидар, керосин, мазал щеку йодом. В ушах у него была вата, смоченная в спирту, но все это или не помогало, или вызывало тошноту. Приезжал доктор, он поковырял в зубе, прописал хину, но и это не помогло. На предложение вырвать больной зуб генерал ответил отказом. Все домашние, жена, дети, прислуга, даже поваренок Петька предлагали каждое свое средство. Между прочим, и приказчик Булдеева Иван Евсеевич пришел к нему и посоветовал полечиться заговором. Тут в нашем уезде ваше мировское истинство, сказал он. Лет десять назад служил акцизный Яков Васильевич, заговаривал зубы, первый сорт. Бывало, отвернется к окошку, пошепчет, поплюет и как рукой. Сила ему такая дадена. Где же он теперь? А после того, как его из акцизных уволили, в Саратове у тещи живет. Теперь только зубами и кормится. Ежели у которого у человека заболит зуб, то и идут к нему, помогают тамошних саратовских, на дому себе пользуют. А ежели который из других городов, то по телеграфу. Пошлите ему, ваше мировское истинство, депешу, что так был вот и так. У раба Божьего Алексия зубы болят, прошу выпользовать. А деньги за лечение почте пошлете. Ерунда, шарлатанство. А вы попытайте, ваше предсказательство, да водки очень охотник, живет не с женой, а с немкой, ругатель, но, можно сказать, чудодейственный господин. Пошли, Алеша, замолилась генеральша. Ты вот не веришь в заговоры, а я на себе испытала. Хоть ты и не веришь, но отчего не послать. Руки ведь не отвалятся от этого. Ну, ладно, согласился Булдеев. Тут не только что к акцизму, но и к черту депешу пошлешь. Ой, мочи нет. Ну, где твой акцизный живет? Как к нему писать? Генерал сел за стол, взял перо в руки. Его в Саратове, каждая собака знает, сказал приказчик. Извольте писать, ваше предсказательство. В город Саратов, стало быть, его благородию, господину Якову Васильевичу... Васильевичу... Ну? Васильевичу... Якову Васильевичу... А фамилии... А фамилию вот забыл. Васильевичу, черт, как же его фамилия. Давите, как сюда шел, помнил. Позвольте, Иван Евсеевич поднял глаза к потолку и зашевелил губами. Булдеев и генеральша ожидали нетерпеливо. Ну что же, скорее думай. Сейчас Васильевичу, Якову Васильевичу забыл, такая еще простая фамилия, словно как бы лошадиная. Кобылин, нет, не Кобылин. Постойте. Жеребцов нет, нет, и не Жеребцов. Помню фамилию лошадиная, а какая из головы же была? Жеребятников. Никак нет, постойте. Кобылицын. Кобелятников. Кобелев. Это уж собачья, а не лошадиная. Жеребчиков. Сейчас. Нет, не. Нет, не Жеребчиков. Лошадинин. Нет, Лошадинин, Жеребкин. Все не то. Ну да как же я ему буду писать, ты подумай. Сейчас. Лошадкин, Кобылкин. Коренной. Коренников? Спросила генеральша. Никак нет. Пристяжкин. Нет, не то. Забыл. Так зачем же, черт, тебя возьми? Советами лезешь, ежели забыл. Расчертился генерал. Ступай отсюда вон. Иван Евсеевич медленно вышел, а генерал схватил из себя зайчику и заходил по комнатам. Ой, батюшки. Вопило. Ой, матушки. Ой, света белого не вижу. Приказчик вышел в сад и, подняв к небу глаза, стал припоминать фамилию Акцизнова. Жеребчиков, Жеребковский, Жеребенко, нет, не то. Лошадинский, Лошадевич, Жеребкович, Кобылянский. Немного погодя, его позвали к господам. Вспомнил, спросил генерал. Никак нет, ваше превосходительство. Может быть, Конявский, Лошадников, нет. И в доме все на перерыв стали изобретать фамилии. Перебрали все возрасты, полы и породы лошадей. Вспомнили гриву, копыта, сбрую в доме, в саду, в людской и кухне. Люди ходили из угла в угол и почесывали лбы, искали фамилию. Приказчика то и дело требовали в дом. Кабунов, спрашивали у него. Копытин, Жеребковский. Никак нет, отвечал Иван Евсеевич и, подняв вверх глаза, продолжал думать вслух. Коненко, Конченко, Жеребеев, Кобылеев. Папа, кричали из детской. Тройкин, Уздечкин. Взбудоражилась вся усадьба. Нетерпеливый, замученный генерал пообещал дать пять рублей тому, кто вспомнит настоящую фамилию. И за Иваном Евсеевичем стали ходить целыми толпами. Гнедов, говорили ему, рысистый, лошадицкий. Но наступил вечер, а фамилия все еще не была найдена. Так и спать легли, не послав телеграммы. Генерал не спал всю ночь, ходил из угла в угол и стонал. В третьем часу утра он вышел из дому, постучался в окно к приказчику. — Немеренов ли? — спросил он плачущим голосом. — Нет, немеренов, ваше происходительство, — ответил Иван Евсеевич. Виновато. Вздохнул. — Да может быть, фамилия не лошадиная, а какая-нибудь другая. — Истинное слово ваше происходительство лошадиное. Это очень даже отлично помню. — Эх, и ты, братец беспамятный, для меня теперь эта фамилия дороже, кажется, всего на свете. Замучился. Утром генерал опять послал за доктором. — Пускай рвет, — решил он. — Нет большей сил терпеть. Приехал доктор и вырвал больной зуб. Боль утихла тотчас же, и генерал успокоился. Сделав свое дело и получив что следует за труд, доктор сел в бричку и поехал домой. За воротами в поле он встретил Ивана Евсеевича. Приказчик стоял на краю дороги и, глядя сосредоточенно себе под ноги, о чем-то думал. Судя по морщинам, бороздившим его лоб и по выражению глаз, думы его были напряженные, мучительны. — Буланов. Через Сидельников, — бормотал он, — засупонен. — Лошадский. — Иван Евсеевич! — обратился к нему доктор. — Не могу ли я, голубчик, купить у вас четвертей пять овса? Мне продают наши мужички овес, но уж больно плохой. Иван Евсеевич тупо поглядел на доктора, как-то дико улыбнулся и, не сказав ответ ни единого слова, всплеснул руками, побежал к усадьбе с такой быстротой. Точно за ним гналась бешеная собака. — Надумал, ваше бесконечство! — закричал он радостно, не своим голосом влетая в кабинет генералу. — Надумал, дай бог здоровья доктору! — Овсов! Овсов в фамилии Акцизнова! — Овсов, ваше бесконечство! — Посылайте депешу Овсову! — Накозя! — сказал генерал с презрением и поднес к лицу его два кукиша. — Не нужно мне теперь твоей лошадиной фамилии! Накося! Университет развивает все способности, в том числе глупость.